МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спартак уже не тот. Общественники обеспокоены видом и статусом Барнаульской площади. Краснокнижный Сапсан ранен пулей Заринского браконьера. Как птица перенесла пятичасовую операцию? Есть ли шансы на жизнь и свободный полет? Сегодня в Барнауле состоялось второе заседание по делу о мошенничестве, в котором обвиняют Стеллу Штань, экс-представителя губернатора ВКЗС. На процессе зачитывали материалы громкого уголовного дела. На это в общей сложности ушло 4 часа. Напомним, по версии следствия, Стелла Штань вместе с директором частного детского сада «Хэппи Бэби» завладела бюджетными деньгами на общую сумму в 14 миллионов рублей. По краевой программе эти средства должны были пойти на аренду помещения для детсада. Добавим, следующее заседание пройдет 23 июля. В Алтайском крае назначили нового прокурора. Им стал 43-летний Антон Герман, уроженец Омска. По указу президента России он назначен главным прокурором нашего региона. На 5 лет до этого занимал пост заместителя прокурора Сахалинской области. Накануне Антона Германа представили коллективу краевой прокуратуры. В ходе встречи новый руководитель обозначил ряд приоритетных задач для дальнейшей работы ведомства. Среди них реализация нацпроектов, соблюдение прав дольщиков, обеспечение жильем детей-сирот, а также контроль за работой сферы ЖКХ, медицины и снижение уровня преступности в Алтайском крае. Около 15 тысяч жителей края подали заявление в Пенсионный фонд на получение новых ежемесячных пособий. Речь идет о выплатах, которые назначили с июля этого года для поддержки беременных и одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте с 8 до 17 лет. Как выяснилось, в процедуре подачи документов есть немало тонкостей. О них нам расскажет Анна Рашагирова. Еще одна мера поддержки, говорят, в краевом отделении Пенсионного фонда. Но не для всех, а только для особо нуждающихся категорий. К ним государство отнесло беременных и одиноких родителей. Если с первой группой все ясно без дополнительных разъяснений, то со второй все не так просто. Люди не поняли, какого родителя можно считать юридически одиноким. Оказывается, всех. У кого второй супруг умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении ребенка. Еще один вариант – супруги в разводе. Чтобы получить пособие обозначенным группам, нужно соблюсти ряд условий. Будущим мамам нужно встать на учет в женскую консультацию в первые 12 недель беременности. А одиноким родителям не только воспитывать ребенка определенного возраста, но и иметь доход ниже прожиточного минимума в регионе и владеть ограниченным числом движимого и недвижимого имущества. Впрочем, доходы и имущество перед назначением выплаты оценят и у беременных. Получать пособия смогут семьи, имеющие только одну квартиру, дом, дачу, гараж, автомобиль и мотоцикл, а также небольшой вклад в банки. Новые пособия полагаются и для поддержки детей-сирот. Перечислять их будут законному представителю, опекуну или попечителю. Что касается размера, выплат в нашем крае – это почти половина прожиточного минимума. Семьи с одним родителем смогут получать 5305 рублей ежемесячно на каждого ребенка, а будущие мамы чуть больше – 5744 рубля. Мы будем зачислять денежные средства только в платежную систему «МИР». Это первое. Второе – либо на те накопительные сберегательные счета, которые открыты. Для других платежных систем перечисление денежных средств закрыто. Подать заявление можно дистанционно, через госуслуги или лично в отделении пенсионного фонда. К слову, больше 15 тысяч жителей края уже обратилось за такой материальной поддержкой. Рассмотреть заявление должны в течение 10 дней. Анна Рашагирова, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Повышать цены на проезд в пригородном железнодорожном транспорте не будут. Об этом во время интернет-форума рассказал Евгений Шестаков, замначальника управления края по регулированию цен и тарифов. Вопрос повышения стоимости проезда остро волнует жителей края. С появлением современных электричек 23 вагона закупили в конце прошлого года. Многие опасались повышения тарифов. Людей успокоили. В ближайшее время этого не случится. Правда, как долго тарифы будут оставаться неизменными, не пояснили. Добавим, что жителям края хотелось бы без пересадок в Черепаново добираться из Барнаула до Новосибирска. Но эту проблему, отметил чиновник, сейчас решить невозможно. Ни одна политическая партия пока не подала документы для участия в выборах в парламент Алтайского края. Напомним, масштабные выборы – федеральные, краевые и муниципальные органы власти – пройдут в первый месяц осени этого года. Голосование продлится целых три дня – с 17 по 19 сентября. Документов в регистрацию АКЗС пока не подали ни самовыдвиженцы, ни партии. Однако намерение выдвинуть своих кандидатов есть у пяти политических фракций. О том, что они планируют в ближайшее время, эти даты указаны, они у нас размещаются на сайте, провести мероприятия, конференции, съезды на том или ином уровне, как это предусмотрено, их уставом по определению кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на территории Алтайского края и по соответствующей краевой списке. Окончательный срок подачи документов – в 6 часов вечера 7 августа. Напомним, выборы в крае будут проходить по 34 одномандатным избирательным округам. Общественники Барнаула обеспокоены состоянием старейшей площади города – Спартака. По их мнению, в этом исторически значимом месте процветает бесконтрольная уличная торговля и площадь завалена грудами мусора. Тему продолжит Валентина Аскерова. Площадь Спартака – въездные ворота в город, где зарождалась его история. С высоты птичьего полета пространство выглядит довольно ухоженно. Вблизи же в вырве глаз возмущается горожанка Татьяна Труфанова. И здесь полиэтилен, коробки, пачки от сигарет, кирпичи, чтобы на центральной улице города, которая встречает гостей, такое располагалось. Я не понимаю, как можно до такого состояния довести, но это стыдобище. Чуть больше 10 лет назад предпринимались попытки реанимировать площадь. Убрали торговые павильоны, высадили цветы. Но цивилизованным историческое место оставалось недолго. Вся площадь Спартака вытоптана, вся в окурках. Причем окурки здесь, они не убираются, они сметаются в кучки. Это мы увидим на остановке, а клумба просто сравнялась с землей. Одна из клумб, но они все, вот видите, даже вот кустарники, это просто голые прутик. Как выяснилось, за содержание площади отвечает «Автодорстрой», пояснили в мэрии. В весенне-летний период проводятся работы по очистке автобусных остановок от грязи, пыли и мусора вручную. Работы по очистке урн и прилегающей территории к остановочным павильонам на площади Спартака проводятся ежедневно. Высадка цветочной рассады на площади Спартака не предусмотрена. А что касается уличных торговцев, которые, к слову, последнюю выжившую клумбу используют под свои нужды, то доходятся они здесь незаконно, пояснили в мэрии. Но найти управу на пережиток 90-х власти пока почему-то не могут. Наказание за надругательство над сельским кладбищем, где вандалы разрушили десятки надгробий, до сих пор никто не понес. Расследование продолжается. Это все, что нам сообщили в Краевом МВД. О происшествии на кладбище в селе Лаговском Первомайского района мы рассказывали в эфире около двух месяцев назад. Сразу после родительского дня местные жители увидели, что вандалы не пощадили не только дорогостоящие гранитные памятники, но и обычные деревянные кресты. Пострадала и могила ветерана Великой Отечественной войны. После выхода сюжета на нашем телеканале полицейские возбудили уголовное дело. Но вот до сих пор неизвестно, установлены ли подозреваемые в Краевом МВД сообщать какие-либо подробности отказались. В настоящее время уголовное дело находится в стадии расследования. Учитывая совершенное деяние, его тяжесть, а также резонанс, следователям принято решение на данный момент не комментировать расследование уголовного дела. После того, как материалы будут переданы в суд, вся информация будет представлена средством массовой информации. По словам Лаговчан, ни сельская, ни районная администрации не оказали помощи в наведении порядка на разрушенном кладбище. Восстановление памятников полностью легло на плечи родственников умерших. Проблема пенсионеров из Тольменского района, которые неделю в жару оставались без воды, решена. Ресурсовики возобновили подачу воды сразу же после того, как об инциденте рассказали в эфире нашей программы. Сюжет о семье Смоляга из поселка Среднесибирский мы показали накануне. Пожилые люди в условиях засухи прожили семь дней. И это при том, что они ухаживают за племянником-инвалидом. Неудобство обеспечила водоснабжающая компания «Каскад», у которой Чита месяц назад выиграла суд, добиваясь перерасчета тарифов. После того, как организация проиграла дело, она решила перекрыть воду из ЦАМ. Люди обратились в СМИ. Теперь, надеется женщина, вода в их доме задержится надолго. А в планах, говорит Нина Ивановна, добиться подачи воды нормального качества. А вот барнаульские ветеринары борются за жизнь краснокнижной птицы, которую подстрелил заринский браконьер. Накануне кормящая самка Сапсана выдержала пятичасовую операцию. Она потеряла много крови и чуть было не лишилась крыла. Какие прогнозы делают врачи о будущем птице, которую пуля прошла насквозь, в сюжете Дмитрия Дроздова. Тот самый сокол Сапсан, который, к сожалению, пострадал в городе Заринске, но быстро его достали в Барнаул. И пятичасовая операция пока что дает свои результаты. Птица отходит после тяжелого наркоза, но, по словам врачей, состояние ее пока что и не улучшается, но в то же время не ухудшается. Сквозная пуля, дорога из Заринска. Шансы успеть спасти жизнь подстреленной были минимальные. И все же неравнодушные решились пойти ва-банк. Когда я прибыла на место, я осмотрела животное, обнаружила у него открытый перелом лучевой и локтевой кости. Плюс животное было очень ослаблено, потеряло много крови. Оказать необходимую медицинскую помощь согласились ветеринары одной из частных клиник Барнаула. Они рассказывают, когда впервые увидели Сапсана, сразу поняли, ранение серьезное, и птица рискует остаться без крыла. Крыло держалось всего на двух мышцах, на связках и на центральном, так скажем, кровеносном сосуде. Пять часов под наркозом. Большая кровопотеря. Над пострадавшей колдовали сразу несколько специалистов. В итоге ампутации крыла избежать удалось. С помощью спицы его зафиксировали, а сосуд подшили. Так как операция была сделана экстренно, птица не обследовалась. Сейчас мы полностью, пока она выходит с наркоза, пока еще в такой состоянии, будем дальше обследовать различные паразитарные, инфекционные заболевания, какие-то хронические заболевания. И будем в процессе уже реабилитации это все дело исключать. Пока о состоянии птицы врачи говорят стабильно удовлетворительное. Лишь через несколько дней можно будет судить. Выживет ли крылатая краснокнижная. Сейчас ей колют антибиотики, обезболивающие и витамины. Врачи надеются, что реабилитация будет способствовать выздоровлению. Но даже если сама самка выкарабкается, летать уже точно не сможет. Любая птица, которая получила травму крыла, даже если была вовремя сделана операция, соответственно природе, такой скоростной сокол уже точно не сможет. Только в условиях вольера. Общественники, помогающие детям животным, готовы забрать сокола на постоянной основе в питомник, что действует при организации. Что касается браконьера, пострелившего стабсана, его личность до сих пор не установлена. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня один из любимейших праздников детворы Иван Купала. В этот день принято обливать друг друга водой, но сегодня прохладная погода внесла свои коррективы. И в Барнауле мы не встретили обливающихся детей. При этом нашлись взрослые, которые по-своему почтили старинный праздник. Именно так по-народному встречает праздник Ивана Купала. Лучана Зулина уже год изучает народное творчество и говорит, песни были одни, но у каждого получалась своя. Много людей, которые меняли тексты, меняли, варьировали мелодию. И как бы наоборот, людям это нравилось, потому что они могли их подстраивать под свои какие-то условия жизни. И на самом деле, когда ты их поешь, возможно, чувствуешь больше какую-то внутреннюю свободу. День Ивана Купалы – древнейший славянский праздник, который корнями ходит еще в язычество, отмечает его и в 21 веке. Знаток русской старины и обычаев Наталья Васильева облиться успела с утра, а затем надела красивое платье. 7 июля – это еще и день плодородия. Одевали красные бусы, желтые – это всегда и яблоки, и овощи, репы. Синяя – это символ воды, цветы – это все плодородие, расцвет, красота, лето. И ромашки, и дельфиниумы здесь, и ломоносы. Венки – еще один символ Ивана Купалы. С их помощью гадали и продолжают гадать на женихов. 7 июля в целом окружено поверьями, соблюдать которые идут к природе. Оббегать на гешом ржаное поле, чтобы выйти замуж, собирать букеты здоровья, искать папоротник – гарант власти и достатка, и купаться. В ночь на 7 июля вода считалась целебной и очищала от всякого рода болезней и бед. В современности людей к воде тянет не только ночью, но и днем. Правда, сегодня погода прохладная, но кое-кого это не отпугнуло. Самые смелые сегодня здесь резвятся в воде. Причем, по примете, сегодня принято не только обливаться, но и обливать встречного. Такое насильственное очищение. И обижаться на это нельзя. Ну а здесь и обижать некого. Пляж пуст. Зато те, кто не побоялся, уверены, им воздастся здоровьем. Мне уже 68 лет, и многим участникам тоже уже они не молодые. Но вместе с тем они бодрые, веселые, жизнерадные. Мы круглый год в воде. Нам это как допинг хорошего настроения и здоровья. Кстати, похолодание, дождь в этот день прогнозирует и народный календарь, если ваше купание останавливал этот фактор. Впрочем, мужчинам стоит быть осторожными. Вдруг вас русалка утащит. 7 июля верили на Руси. Возможно и такое. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнольдском парке Изумрудный приступили ко второму этапу благоустройства. Здесь уже обустроили дополнительные пешеходные дорожки и 4 цветочные клумбы, на которых высадили свыше тысячи саженцев. В этом году у нас запланирован большой перечень работ. Это и восстановление существующих дорожек, частичная прокладка новых, освещение, малоархитектурные формы, лавочки, урны, две беседки. Это сцена на центральном входе, сцена беседка. И беседка небольшая еще в глубине парка. Ландшафтные дизайнеры с помощью неравнодушных барнаульцев высадили петунии, бегонии и ирисы. Рассадой добродушно поделился Южно-Сибирский ботанический сад Алтайского госуниверситета. В итоге получилось 4 длинные клумбы. Осталось решить вопрос регулярной поливки влаголюбивых растений. Понятное дело, что на полив сейчас прям большая нагрузка пошла, потому что дополнительно где-то часа 4 надо будет уходить, только чтобы пролить вот эти все клумбы хорошо. Ну вот решается сейчас этот вопрос. В принципе, надо просто, мне кажется, отдельного человека на должность выделять, чтобы действительно он цвет поливал. Действительно 4 часа в день просто уходит на полив, а у нас еще и пустые, и деревья, и их надо тоже, собственно, поливать. Пока отдельного человека для полива клумб в штате нет. Но дизайнеры надеются, что в ближайшее время этот вопрос решится. Иначе молодые цветы без обильной влаги долго не проживут. Добавим также, что в ближайшее время в парке должны начать восстанавливать пруд и делать экотропу. А вот аттракционов в Изумрудном больше не будет. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто смотрит нас в соцсетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте мнение в комментариях. А сейчас узнаете о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!